Аллилуйя. Итак, мы начинали с того, что первая тема была у нас о теологии, о Боге Отце, больше говорили, потом мы говорили про Иисуса Христа, и сегодня у нас тема «Святой Дух». По-богословски это звучит пневматология. Почему именно пневматология? Потому что Дух — это по-гречески пневма. Греческое слово «пневма». Поэтому пневматология — это слово о Духе, учение о Духе, о Духе Святом, на нас о чем будем говорить. Поэтому Святой Дух. Вообще слово «Дух» — это, как я уже сказал, пневма, и переводится буквально как с греческого, так и с еврейского языка. Святая Духа — это как ветер или дыхание. Ветер или дыхание. То есть, в общем-то, когда мы читаем Бытие, написано, что вначале Бог святыл небо и землю, и написано, и Дух Божий носился над водой. И Дух Божий носился над водой. И на самом деле, более правильный перевод звучит, и Дух Божий парил над водой. Можно так сказать. И сказал Бог, да будет свет. Поэтому мы как бы уже в самом начале видим всю Троицу. То есть, Бог, Отец, Дух Божий, который парит, и Слово. И сказал Бог, да. То есть, Слово, Бог — это Иисус Христос, как мы с вами на Божьей теме это разбирали. Поэтому мы сегодня говорим о Святом Духе. Прежде всего, будем идти по конспекту. Здесь написано первое утверждение. Святой Дух — это Личность. Святой Дух — это Личность. И ниже места Писания, которые подтверждают эту мысль. Ну, вы знаете, есть различные ереси, которые отвергают это положение. Например, свидетели Гова, они говорят, что Святой Дух — это всего лишь сила. И якобы Святой Дух не является Личностью. Это просто сила. Например, сила тяжести. Есть какие-то силы. Сила трения. А это как бы сила Божия такая. Вот они так говорят, потому что они не верят в Троицу. Но если мы внимательно посмотрим эти места Писания, то мы увидим, что Слово Божие говорит о Духе Святой, как о Личности. Утешитель Иисус говорит, когда придет, Он научит вас и напомнит вам то, что Я говорил. Иисус говорит о Духе Святой Духе Святой Количественности. Научит вас и напомнит. Римлянам 15 главе 30 стих мы видим выражение «любовь Духа». Любовь Духа. То есть, значит, Он любит. То есть, не только Иисус любит нас, и Сын любит нас, и Дух любит тоже. Только Личность может любить. У Него есть желание. 1 Коринфянам 11, Он разделяет свои дары как Ему угодно. То есть, как Он желает. И по-другому, да. Вот потом, в деяниях мы видим 8 главе «Дух сказал Филиппу». То есть, Он может говорить какое-то конкретное слово. Римлянам 8 глава, Он хадатайствует за нас. Ефессианам 4 глава 30 стих «Не оскорбляйте Святого Духа». То есть, можно Личность оскорбить. Ну, это далеко не полный список мест Писания, который доказывает то положение, что Святой Дух – это не просто какая-то бездушная сила, но это Личность. Аминь. И следующее, мы считаем, что это не просто Личность, но Святой Дух является третьей ипостасью Триединого Бога. Поэтому все христиане верят в Троицу, в Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому, также местописание, которое подтверждает, сам Иисус говорит, что «Идите и крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа». То есть, мы видим, Отец, Сын и Дух Святой в одном рамке, как бы, находится, во имя Отца и Сына и Святого Духа. 1 Иоанна 5 глава 7 стих «Тоже Отец, Слово и Дух Святой, сей и три суть едино». Поэтому мы говорим, мы верим в Триединого Бога. Когда кто-то говорит, а вот такого слова нет в Библии, это не слово. Си и три суть едино, то есть три едино. Мы верим в Три суть единого Бога, или Три единого Бога, да, или просто Троица. Вот, и также 2 Коринк, 13-13 «Благодать Господа наша, что со Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа». То есть, эти местописания подтверждают нам о том, что Дух Святой, он не просто сам по себе, но он является как бы частью самого Бога или ипостасью Бога. Ну, слово ипостась буквально переводится как сущность. Суть, сущность. В латинском эквиваленте еще слово использовалось субстанция, если так вам понятнее. начало, можно сказать. Поэтому мы верим, что один Бог, но он имеет 3 ипостаси. Как бы Отец и Дух Святой, Личности. Ну, как я говорил уже в прошлый раз, что здесь существует в понятии Троица, я вам просто напомню, существует две крайности еретических. Вот, мы в прошлый раз с вами говорили, это одна крайность, это орианство, другая крайность, или не орианство, или даже не орианство, а савилианство, когда Отец и Дух Святой, это просто, говорится, это просто одна Личность Бога, все. И это как 3 разных маски, которые один Бог, но он по очереди одел маску отца, вот он отец. Потом снял, убрал маску отца, одел на себе маску сына, вот он и сын. Потом убрал маску сына, одел на себе маску духа, вот он и дух. И как бы вот Бог, по-разному, вот один Бог, но он как бы только маски вот эти меняет, а Бог один. Это так говорят единственники. Но это конечно ересь, потому что если мы посмотрим Библию, что мы видим, что между отцом и сыном есть общение. Да. То есть сын молится отцу. Или говорит, я пошлю, умолю отца, пошлю утешителя, пошлю Духа Святого. То есть мы видим, что между ипостасием и Святой Троицы существует общение. И поэтому это совершенно как бы, ну, скажем так, притянутое за уши толкование, которое у единственников, которое исключает, как бы, это все Бог. Везде один только Бог. Нет, конечно. И они доходят до того, что на кресте сам отец висел и страдал. Поэтому раньше их еще называли Патри Пассиане. То есть те, кто верит в страдающего отца. Но мы понимаем, что когда отец, сын страдал, отец сострадал. Такое выражение хорошо объясняет мысль. Сын страдал, отец сострадал. Поэтому все-таки есть различные ипостаси. Отец, сын, вам говорю об этом, потому что возможно вы с ними встретитесь. А может быть когда-то встречались. Я на простречался. И поэтому когда ты уже изучил этот вопрос в Библии, тебе легче ориентироваться. Аминь? Но также есть и другая крайность, которая когда мы отца, сына и Духа святого настолько разделяем, что воспринимаем их как три Бога. В принципе это такая может быть даже народная такая ересь, потому что часто у многих людей в подсознании такие есть. Они мыслят отца и сына святого духа как будто бы это просто три таких Бога. И это тоже ересь. Поэтому отец иду святого не три Бога это один Бог. И здесь конечно как же подвох случается с нашим современным словом личность или это латинское слово персона потому что все-таки в современном языке слово личность оно больше означает такое индивидуум отдельное существо отдельный человек. И когда мы говорим что отец три три личности порой мы можем их слишком разделить что они практически как тревога получатся. Но между ними все-таки существует взаимосвязь которая нам не понятия до конца когда Иисус говорит что его спрашивает покажи нам отца он говорит я и отец одно я и отец одно насколько они не верите что отец он мне я в нем поэтому видишь меня видел отца может считать сказать что не стоит думать что отец индустит это как бы три совершенно индивидуума с разными характерами например о трех человеках можно сказать что любых три человека здесь сидящих у каждого свой характер вот можно ли сказать что отца сына святого духа у них у каждого свой характер я например такого ни разу не слышал и в принципе наверное нет потому что если спросить какой характер например у святого духа а что нам библия говорит какой характер у святого духа в принципе дух божий это дух святой дух это вообще дух божий и поэтому когда мы говорим о характере отца характер отца и это есть характер святого духа а что тогда про иисуса нужно сказать а ведь иисус он явил нам отца Когда мы видим Иисуса на земле, то как Он поступал, как Он выражал себя, то мы видим характер. А чей это характер? Характер Иисуса. Написано, в Иисусе обитает вся полнота Божества телесного. Поэтому, если ты увидел характер Иисуса, ты и узнал, какой я Отец. Правильно? Поэтому, сразу вам скажу, что, как сказал один философ, даже не один, вот такая есть хорошая мысль, что доктрина, а Троица это крест человеческому разуму. То есть, если вам как бы до конца не понятно, как это совместить в голове, то и не надо это делать, потому что просто смиритесь и примите как должно, что Отец, Сын и Дух Святой, это три ипостаси, но Бог один. Бог один. Аминь. Поэтому, когда я смотрю на Иисуса, я вижу в Нем и Отца, и Сына. Поэтому, Дух Святой, это, когда мы говорим, что это ипостась Бога, это Сам Бог практически. Когда приходят, мы говорим, например, сегодня чудесное присутствие Божие. А как мы ощущаем Божие присутствие? Честь Святого Духа. Правильно? Если Дух Святой присутствует среди нас, значит что? Иисус тоже среди нас. Аминь. А если Иисус среди нас, значит и Отец среди нас. Потом тот же самый момент, когда Дух Святой живет в человеке. Если мы говорим, что в человеке живет Святой Дух. И здесь потом, если это написано, вот пункт Святой Дух живет в рожденном свыше человека. В грешнике он не живет, он живет в рожденном свыше человека. 1 каритин 6,19 Не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Поэтому, ну, вы знаете, что Звук Святой живет в человеке В то же самое время апостол Павел говорит, не я живу, но у меня живет Христос Аминь Можно сказать, что и сам Бог живет у меня Поэтому, как бы, через Святого Духа и Христос, и Бог Отец, так же, получается, в человеке вообще Троица живет Аминь Но через Святого Духа Как бы наш Дух, как написано, соединяющийся с Господом, один Дух Господом Человеческий Дух, он соединяется с Духом Божиим И через Духа Божьего, как бы, написано, один Духом становимся Аллилуйя Вот, поэтому, можно еще сказать, что, конечно, есть различные примеры, иллюстрации Как можно листрировать Троицу И как пытались Ну, например, лист Клеера Это еще Церкви использует Прообраз, как бы, листок Клеера, который таких Содержит три таких Лепестка Лепестка, да Вот, как бы, один лист, но три лепестка Один Бог, но три ипостаси Другой пример, это тоже Пример, вода Которая Замерзает, она становится льдом Испаряется своим сопаром Да, как бы, вот, мы видим, что Вода, пар И И что еще? И лед, да Вода, пар и лед, как бы Это на самом деле Одно вещество Правильно? Вот Можно еще, например, провести там Солнце Лучи, которые от него исходят И тепло, которое мы испытываем Да, как бы, вот Это все суть одно Аминь Ну, я так вот по памяти вам привел Несколько примеров И иногда они нам, конечно, помогают Может быть, такие иллюстрации Понять Троицу Но, опять-таки, я хочу сказать, что Ни одна иллюстрация не является До конца совершенна Потому что каждая иллюстрация Она либо клонит Савельянству Либо клонит Трои Божия То есть Мы либо их начинаем Разделять так, что у нас уже Тревога получается Либо мы их соединяем Как бы, что Вообще пропадают все три ипостаси Да Поэтому Троица все-таки Это один Бог Но три ипостаси Но, на самом деле, я думаю, что Как бы я для себя однажды увидел Как мне решить вопрос с пониманием Троица Очень просто Когда Бог открывает меня Открывается Когда я читаю Гиблию Когда Бог открывается для меня Как три Я его воспринимаю как три Когда Бог Открывает себя для меня как одного Я его воспринимаю как одного То есть, допустим И сказал Бог Или там Я Господь И я говорю то-то и то-то Когда мы читаем в Старом Завете Это кто говорил? Отец А вот и неверно Это говорил сам Бог Все Троица Потому что Троица Она присутствующая До создания мира Отец сотворил мир То есть, кто мир сотворил? Отец Сын Или Святой Дух Аминь Да, правильно Поэтому Конечно Отец И как бы Хороший еще пример Как бы Отец Это мысль Идея Это вот Сын Это слово То есть, отец Он У него появилась идея Сотворить этот мир Сын Это слово И сказал Бог Слово По-гречески Логос И А Дух Святой Это как творческая сила Которая Действует Аминь Это вся Троица Аминь Старый Завет Это же тоже Духом Святым написан Я почему Я как-то рассказывал Есть такое неправильное Толкование Якобы Что Старый Завет Это Бог Отец На сцене А Сын И Дух Святой Ждут Свои очереди Потом Бог Отец Со сцены уходит Приходит Иисус Вот Потом Иисус уходит И приходит Дух Святой А Отец Будет отдыхать То есть, это как бы Глупость Просто по-другому Не скажешь На самом деле Всегда Отец И Сын И Дух Святой Они всегда Действуют В единстве Вместе Аминь Но в Старом Завете Тайна Троицы Была сокрыта Поэтому Когда мы просто Встали Господь Мы читаем В Салмахе Там же нет Отца Сына Святого Духа Просто Бог Да Когда просто Бог Это и есть Сотроица Ну просто Тогда это было Загрыто Просто Бог Бог мне сказал Бог сказал То Бог сказал Это Аминь Понимаете Олевую Поэтому Просто Бог нам Открывается Как бы По-разному Да Вот Бог открывается Для как три Бог открывается Как один Когда Иисус Сидит и говорит Видяще Меня Виде отца Как бы Я вижу Просто Вот одного Бога Вот он Бог сидит Передо мной Если представить То картину Вот он Иисус Вот он Бог Вот он Все Я не надо Искать Какого-то Другого Он Я Видяще Меня Виде Отца Аминь Но когда я читаю Что Иисус Крестился На него Сошел Дух Святой Как голубь И слышал Глаз С неба То есть я вижу Что вот Бог Являет Себе Как три Аминь В принципе Ничего сложного Итак Дух Святой Он Также По-другому Называется Вот здесь Перечислено Посмотрите Имена Эпитика Дух Святого Дух Божий Кстати Дух Святой Само выражение Как Дух Святой Это в основном Используется Новом Завете В Старом Завете Практически Дух Святой Нет Дух Божий Используется Выражение Дух Божий Дух Господень Ну и также И в Новом Завете Дух Христов Дух Истины Дух Жизни Дух Благодать Дух Славы Утешитель Наш Параклетос По-гречески Аминь Дальше Символы Святого Духа Как я уже говорил Ветер Или Дыхание Когда Бог сотворил Человека Написано Дунул Духание Жизнь Дыхание Когда Иисус Христос Пришел После своего Воскресения Он пришел К своим ученикам И дунул на них Примите Святого Духа Вот так Сделал Почему Так Сделал Потому что Дух Святого Это Дыхание Дальше Елей Помазание Маслом Потому что Раньше Царей Пророков И священников Их Назначали На служение Через Помазание Масла И поэтому Также Написано Что Помазание Илеем Также При исцелении Помажет Илеем Имя Господне И молитва Вера Солит Болячих Но Тем не менее Елей Это все-таки Прообраз Исцеление Происходит Не из массовых Проходит Из-за Святого Духа Значит Следующий Огонь Когда Апостолы Молились На них Сошел Дух Святой И были Огненные Языки Вода Кто верит В Меня Учлеев Потекут Реки Воды Живой Ну и Как вы знаете Голубь Аминь Ну вы знаете Я как бы Всегда В этих учениях Заостряю Моменты На каких-то Наиболее Таких Острых Углах Потому что Об этой теме Ну это очень Обширная тема Самое интересное Пытаюсь вам сказать Но вот что касается Голубь Я тоже заметил Что Когда Иисус Христос Крестился То Иоанн Видел Духа Который Явился Как Голубь Почему Голубь Голубь Это чисто Это символ Чистоты Это как бы Благородная Такая птица И Вот он увидел Как символ Вот этого Конечно же Это не был Буквально Голубь Правильно Это просто Как символ Того Что Дух Божий Сошел На Иисуса Но мне кажется Что Многие христиане Уже Члишком Буквально Уже Начали Воспринимать И уже Думают Что Дух Святой Визвительный Как Голубь Но все таки Голубь Это животное И поэтому Как символ Да Но Не стоит Прям Слишком Буквализировать Зацикливаться На этом Потому что Все таки Помимо Голубь У Духа Святого И многих других Проградзов Огонь Вода Елей Аминь Аминь Потому что Это только часть Истины Это не полнота Это один из символов Только Голубь Голливуя Дальше Миссия Святого Духа Иисус сказал Когда придет Святой Дух Иоанна 16 Глава 14 Он прославит Меня Потому что От моего Возьмет И возвестит вам Итак Дух Святой Что он делает Он прославляет Иисуса Или иными словами Он Акцентирует Внимание На Иисусе Христе Это важный стих Во-первых Мы понимаем Что все Во-первых Все что Бог делает На земле Он делает Через Святого Духа Правильно Ведь Иисус же Когда ушел Иисус был в оплаке Когда Иисус был на земле Это сам Бог Был в человеческом деле Вот Но потом Бог ушел Вознесся И он говорит Я ухожу Но вместо себя Я пошлю другого Утешителя И теперь Бог присутствует На земле Духом Святым Все что Бог Делает На этой земле Он все это Делает Через Святого Духа Аминь В общем-то И это и сам Бог Как мы уже сказали Чудеса Чудеса какие-то Которые совершаются Церкви Которые строятся Неверующие Спасаются И так далее И вот знаете Иногда Люди говорят А вот как же Там вот есть Бабушка такая Или там Какой-то там Экстрасенс Или дедушка Или еще кто-то Такие чудеса И вот И он какие-то вещи Там даже иконки Какие-то использует И исцеление происходит Вот это разве может быть Не от Бога Этот стих Как бы хорошо Отдает ответ Что то что От Духа Святого Когда Святой Дух Действует Он людей Ацентирует На Иисусе На Иисусе Аминь Поэтому где-то Если где-то Какие-то чудеса Происходят Где-то кто-то Исцеляется Или что-то там Еще Прежде всего Мне вопрос интересует Это служение Или это То что делают Там говорится Об Иисусе Является ли Иисус Центром Этого Мероприятия Аминь Если Иисус Не является В центре Если Это бабушка Дедушка Или целитель Он не проповедует Об Иисусе Христе Не указывает На Иисуса Христа Это значит Просто не святой дух Это может какие-то Другие духи Кстати Не только святой дух Может чудеса совершать Из всех естественных вещей Да И другие духи Которые не святые Тоже могут чудеса совершать Вот Но Мы должны знать Как различить Поэтому Во всяком случае Я знаю Что у нас часто Вас верующих Тоже иногда Такие вопросы Вы называют Можете Вот этот Показать И сказать Что святой дух Когда он что-то делает Он акцентирует Своё внимание На Иисусе Он свидетельствует О Нём Аминь Аминь Вот И ещё Следующий момент Он даже Не о себе Проповедует На самом деле Он очень скромный То есть Конечно Даже Ну как Как бы это вам сказать Что Наша христианская жизнь Да Мы хотя много говорим О духе святом Но Всё-таки Нашим центром И является Иисус Христос Аминь Потому что Даже у христиан Порой бывают Такие крайности Вот Бывает Даже там Или церковь Или какие-то Движения Они слишком Зацикленны На святом духе Они говорят Только о святом духе Дух святой Дух святой Дух святой Конечно Как бы Это хорошо Но Акцент Уже не тот Дух святой Когда он действует Он не будет Слишком много О самом себе Говорить Задача Святого духа Взор Людей Направить На сына На Иисуса Христа Это его миссия На земле Аминь Аминь Поэтому Тоже здесь Как бы Нужно Иметь баланс Тоже иметь баланс Когда святой дух Придет Он Прославит Меня Сказал Иисус Христос Слава Богу Ну а теперь Давайте поговорим Мы уже сказали Что святой дух Живет В рожденном Суше Человеке И так же Дух святой Он крестит Иисус сказал Что Вы будьте крещены Когда сойдет на вас Дух святой Вы будьте крещены Духом святым Иоанн говорит Иисус придет Он будет вас крестить Духом святым И так же Иисус говорит Первое деяние Первая глава Восьмой стих Вы примете силу Когда сойдет на вас Дух святой Здесь идет Речь Вы будете через некоторое время Крещены Духом святым Да Аминь Что такое крещение Вообще Слово крещение Это погружение Водное крещение Когда человек Погружается В воду Крещение Святым Духом Когда человек Погружается Во святой дух То есть На него Святой дух Сходит И он Весь во святом духе Находится Но это Так же Отдельное Переживание И Знамением Крещение Духа святого Является Дарных языков Дарных языков Есть Здесь Написано Три места Писания Если мы Почитаем Вниматель Книгу Деяния И просто Зададимся Вопросом Как Проявлялось Крещение Святым Духом Потому что Сегодня Допустим Много Верующих Возьмите Например Спросите Баптиста Найдите Баптиста И задайте Ему вопрос Ты крещен Святым Духом Он скажет Да Да Крещен Святым Духом И ты скажешь Когда ты успел А ты на языках Болишься Нет Зачем А когда Как же ты Покрещен Он скажет Ну Когда я Принял Водное Крещение То И автоматически Я был Крещен Святым Духом То есть Как бы Вот они Так считают Но А правильно Это По Библии Если Мы Посмотрим По Библии То на самом деле Водное Крещение И крещение Святым Духом Это Различные Переживания Когда апостол Павел Пришел в Карин И он Встретил там Учеников Которые уже Были спасены И крещены Водным крещением Но он спросил А приняли ли вы Святого Духа Они говорят Да мы даже не слышали о нем И он возложил на них руки И они стали Говорить на иных языках И пророчествах Даже Деяния 19.6 Аминь Ну я уже не говорю Про апостолов Самих Которые Тоже были Они вначале Были водным крещением Крещены Потом были крещены Духом Святым Но бывает И наоборот Вот кстати я Например Ваша покорная слуга Вначале Получил крещение Духом Святым А потом Крестился Водным крещением И такая же Картина Описана В Деянии 10.5 Когда апостол Петр Проповедовал Дурмит Корнилия Язычникам То написано Что Дух Святой Сошел на них И они вначале Были крещены Духом Святым Потом он им Повелел Принять водное крещение То есть мы видим Вот смотрите Здесь три места Писаний И они все Во всех этих Три случая Крещения Духом Святым Во всех трех случаях Когда люди Получали крещение Святым Духом Они начинали Говорить на иных языках Аминь Мы же это видим Если четвертый случай Там прямо нет Прямо не написано Про языки Но косвенно Это история Когда Симон Волф Когда апостол Петр Пришел И Молились В Самарии По-моему Да Вот И они молились И Дух Святой Сошел на них На Самарите И написано Что Симон Волф Да Но оно написано Он Изумился Он увидел Что Дух Святой Сходит через руки Апостолов Просто Там подробности Написано Но Во-первых Интересно Симон Волф Был человек Который был колдун Который написано Он много чудес совершал То есть Для него чудесами Сложно было удивить Но он Изумился То есть Он увидел Он своими руками Увидел Что когда апостол Возволяли руки На людей На риск Адин Дух Святой Как он это видел Как-то он это видел Аминь Это не было Он был человек Который Видел сверхъестественные вещи Если бы просто ему сказать Как Баптист Да ты знаешь Я кричу Духом Он бы сказал А как Докажи Это не видно Поэтому естественно Очевидно Что если эти три случая Говорят о том Что люди говорят На иных языках То и в четвертом случае Так же они начинали Говорить на иных языках И это было видно И это было настолько ярко Видно Что он сам захотел Получить эту дату Но дальше вы помните Историю Так вот Библия ясно нам говорит Что ничего подобного Что паптисты не правы Когда говорят Что крещение Они получают автоматически Вот на самом деле Это разные переживания И второй момент Всякий раз Они получали Дар иных языков Говорили на иных языках Аминь Это есть знамение Того что человек Крещен Духом Святым Но теперь Почему языки Смотрите Ниже мы читаем Святой Дух Производит плоды И Святой Дух Наделяет дарами Есть 9 плодов Святого Духа И есть 9 даров Святого Духа Давайте вначале поговорим Про дары Смотрите Здесь причисляется 9 даров Святого Духа Сверхищественных даров Слово мудрости Слово знания Вера Исцеление Чудотворение Пророчество Разрешение духов Разные языки И столкование языков Аминь 9 даров Так вот У апостолов Например Тот же Петр В дальнейшем Служении Проявлялись Вот эти дары Да Там про исцеление Начинались Вот там Слово мудрости Получало От Бога И так далее Но Обратите внимание Самый первый дар Который получили апостол Какой был? Нет Самый первый дар Как вы слышите? Языки Когда они были Крещение Доброго Святого Принято Конечно Языки Это был Самый первый дар Вот И Если мы вспомним Того же Перет Хэгген Известный проповедник В жизни которого Действовали Различные дары Святого Духа И он Он говорит Я заметил По себе Такую жизнь Чем больше Я молюсь На языках Тем больше Остальные дары Есть Поэтому Это совершенно Ясно Из Библии Подчеркните Это Иные языки Языки Первым даром А еще До языков Дар пророчества Когда А когда Всегда Пророчество Даже Самуил Пророка Ходит Нет Ну это Это Не называется Как отдельный Дар Святого Духа Здесь речь идет Когда Дух Святой Сошел День Пятидесятницы То есть Конечно Скажем Все эти вещи Все эти проявления Духа В Старом Завете Можно найти Безусловно Понятно Потому что Это же один дух Но Здесь идет речь Когда Дух Святой Уже после воскресения Иисуса Христа Пришел на землю Как будут В новом качестве Понимаете Когда уже Кров пролилась И Дух Святой Своей Силе Пришел На эту землю В День Пятидесятницы И написал Дар Дары Человекам Аминь Аминь Ну во всяком случае Мы говорим Про апостолов Те же самые Первый дар Святого Духа Поэтому я хочу сказать Что иногда Христиане Не родят Говорят Ну что там Не эти языки Вот я хочу Дар Чудотворения Или я хочу Дар Пророчества Или еще Какой-то Или Раззнание Духа И так далее Если ты не родишь А самым первым даром То не мечтай О других дарах Вот Написано Возгрывай тот дар Который в тебе И это не просто На самом деле Дар А это действительно Вы примете силу Иисус сказал Вы примете силу Когда сойдет на вас Дух Святой Поэтому есть прямая Это не просто Как бы непонятно Такой дар Непонятно Зачем дан нам Нет В этом есть сила Почему сила Во-первых Сила Она в слове Когда Бог Творил этот мир Он творил этот мир Говоря слова Аминь Когда ты молишься На иных языках Ты святым духом Произносишь слова И ничего страшного Что ты их не понимаешь А тебе их и не надо понимать Потому что их Понимает отец И сын тоже Аминь Поэтому в этом и есть сила Я по себе знаю Чем больше я молюсь На их языках Тем больше я ощущаю Себе в Божьем присутствии Чем больше я молюсь На их языках Тем мой дух Крепче становится Вы ощущали это? Поднимите руку Кто? Алилуйя Ну почти половина Человек тоже понимает Чем я говорю Итак Теперь давайте еще Такую вещь поговорим Что Когда Иисус Христос Воскрес Он пришел Дунул на учеников Сказал Примите святого духа Они приняли или нет? Как вы думаете? Примяли Я тоже так думаю Примяли Но тем не менее Они уже как бы Примяли святого духа А он еще говорит Оставайтесь в Руссалиме Пока не сойдет на вас Святой дух Да? Интересно так Вильям Открывает Они могли сказать Иисус Мы уже приняли Святого духа Зачем нам еще Они приняли На языках Наверное не говорили Да, да В том-то и дело Все было правильно На самом деле Я вот так всегда Такую фразу Говорю Что у кого есть Дух Святой Там он нужен Святой дух Еще больше Да, аминь У меня есть святой дух Но я еще Мне еще должен Святой дух Вот Но Как бы проще говоря Мы понимаем так Что мы разделяем Когда Дух Святой Который живет Внутри человека И обличение свыше То есть в данном случае Как помазание Смотрите Когда человек Рождается свыше Принимается Евангелие Принимает Иисуса Христа Рождается свыше В нем поселяется Святой дух Внутри него В сердце И вот когда Святой дух Живет в человеке Внутри Святой дух Производит Плоды Святого духа Здесь написано Галатам 5 Глава 22 Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Крутость Воздержание Аминь Поэтому Ошибочно Говорить Иногда Было такое У пятидесятников Заблуждение Когда говорили Что Что типа Вот там Баптисты Методисты Адвентисты Или там Что там еще Пресвятаряне Ветеране Они В них вообще нет Святого духа Потому что Они не говорят на языках Это ошибочное мнение Потому что Я например Знаком С некоторыми Баптистами И глядя на их Жизнь Я вижу В них Плату Я вижу Что Эти люди Которые Есть любовь Среди них Пребывает Радость Пребывает Мир То есть Когда Человек Сходит Сверху То Это Проявление Сверхоестественного Помазания Которое Проявляется Вначале Через Дарвины И потом Все Остальные Дары Тоже Начинать Действовать Аминь То есть Тот же Самый Пример Я могу Сказать Что Спросите Тех же Баптистов Как часто У них Происходит Исцеление В церквях Ну Может Они Вспомнят Где-то Когда-то Спросите Большинство Харизматических Церквей Или Большинство Спросите Практически В любой Церкви Найдется Куча Рассказыв Как Бог Кого-то Исцелил Аминь То есть Это Еще раз Доказается Того Что На самом деле Это Не просто Языки А это Действительно Сверхестественная Сила Бога Другой Пример Вам Приведу Реабилитационные Центры Даже Вот Взять Наше СНГ СНГ Да Почти 100% Почти Все Реабилитационные Центры Где Наркоманы Получают Освобождение Это Церкви Которые Крещены Святым Духом Потому Что Наркомания Это Очень Серьезный Бес И Именно Когда Люди Получают Крещение Святым Духом Они Получают Церкви Силу Силу Чтобы Противостоять Этой Зарази Например Я Ни разу Не слышу Про Баптистский Реабилитационный Центр Или Про Методистский Или Ветеранский Не потому Что Мы не Против Других Конгресс Нет Речь Идет О том Что Это Сверхозественная Сфера Но Это Еще Раз Доказывает О том Что Христианам Нужно Крещение Духом Святым Потому Что Это Принятие Бога Сверхозественной Силы Аминь 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 Поэтому Чтобы Понять Как Святой Приход Жизнь Человека Мы Разделяем Есть Жизнь Внутри Когда Христиане Живут Возвите Там Много Кто В истории Церкви Хороших Богосоветных Людей Было Которые Не говорили Оных Языках Потому Что В средние Веках К сожалению Эта Истина Была Утерена О Крещении Духом Святым Да Сила Как Буша Но Тем Не менее Были Люди Как Тоже Марти Лютер Он Хоть Не Говорил На Иных Языках Но Зато Многие Другие Вещи Хорошие Началось Излияние Духа Святого И Сейчас Я не знаю Там 50 Миллионов По-моему Пятидесятников Насчитывается Что-то Всего Ну То-есть Самое По количеству Христиан После Католиков По-моему Второе Количество Людей Которые Говорят На Иных Языках В мире То-есть Естественно Что Доказывает Доказывает Что Бог Сказал Последние Дни Залило Духа Моего На Всякую Боте Аминь Поэтому Конечно Мы Условно Разделяем Что Важнее Дары Или Плоды Да Ну Я Все Так И Соглашусь Что Плоды Важнее Почему Потому Что Как Павел Говорит Если Я имею Такую Веру Что Могу Горы Переставлять А Любви Не имею То Я Ничто Нет Никакой Пользы Или Как Павел Говорит Апостол Тоже В Я Укращаю Свою Тело Чтобы Пропоеду Другим Не остаться Недостойным Поэтому Конечно Если Не будет Плодов То Дело Плохо Нет В Духа Христова Может Ты Крещен Святой Внухом Но Христов Духом Тебе Нет Но Духая Крайность Тоже Знаете Бывают Люди Пренебрегают Ну Самые Главные Оплаты Все А Это Типа Неважно Нет Если Это Было Неважно Бог Бо Этого Не Дал Неважно